Как можно больше бросков, но что касается московского Динамо, вот здесь вот, вау, практически рядом с Натальей Кларк, специально для Натальи Кларк использует силовой прием. Ну да, чтобы я вот это сделала, вау, потому что действительно все перед глазами развернулось, но и Динамовцы просто попросили действовать в зоне атаки поспокойнее, да, вот я сейчас прям поближе. Перегнись через бортик, пожалуйста, да, и смотри вообще. Причем второй раз, второй раз за матч уже. Больше он, по-моему, ударился спиной, алло. Я надеюсь, что все хорошо с ним. В первом периоде, помните, Динамо атаковало, и после столкновения с Херсли он успел сгруппироваться, но так все равно ему досталось. Ну пока сейчас поднимается, вроде бы нормально, да, все окей, да. А вот, да, действительно, на скамейке или ушел все-таки цель Галимов. Вот чему обязательно нужно учить мальчишек, да, которые играют в хоккей, так это защищать себя. То есть в данном случае я не имею в виду сбросить перчатки, да, там, или ответить кому-то. А именно то, что выходя на площадку, ты должен понимать, что вокруг люди, которые, ну, будут применять против тебя силовые приемы, и вот учиться вести себя, учиться защищать себя и не ставить себя в такие ситуации, когда, ну, когда против тебя могут провести серьезные силовые приемы. Это может сказаться там и на игре в команде, и на собственном здоровье. Вот этому обязательно надо учить.